Все. В игре-игре в полном. В игре-игре в канал. В игре-игре в канал. В игре-игре в канал. которые меня сейчас слышат. Я внимательно слушаю ваши вопросы и готов дать вам полные ответы для того, чтобы в ваших душах стало больше света. Архангел Михаил, скажите, пожалуйста, в первую очередь, у нас есть нарекания от наших слушателей, они все говорят, что мы на «ты» называем представителей духовного мира. Вот как к вам лучше обращаться? На «вы», на «ты», чтобы это было правильно. Обращение на «вы» известно относительно недавно. Оно подчеркивает отношение к духовной личности как к высшему себе существу. Но я являюсь архангелом, то есть служителем света Бога, в котором находится каждый из вас. Поэтому, естественно, и божественно обращение на «ты». Так как я являюсь частью того же света, что сияет в каждом из вас. Благодарю тебя, Архангел Михаил, за этот ответ. Олеся, пожалуйста, можно начинать. Да, мне бы хотелось задать вопрос относительно душ, близнецов. Почему они воплощаются именно в телах близнецов, но не в телах братьев, сестер, а именно какие-то у них определенные задачи есть? Если две души воплотились в тела, которые развиваются одновременно в утробе мамы, это говорит о том, что у них… Да, о первом факте, что у них был длительный опыт о своемодействии в различных жизнях, воплощениях и о том, что они были знакомы в духовном мире и что у них существует опыт, у них существует урок прохождения этого опыта именно в качестве близнецов. Общепринятым фактом в духовном мире является то, что таким образом ангелы-консультанты духовного мира показывают этим душам, что они очень близки, что они вместе жили и взаимодействовали. Даже несмотря на то, что эти близнецы, например, один воплотился с ангельского уровня, другой воплотился с демонического, потому что может быть и такое, да? Да, может, конечно, быть и такое, но нахождение на разных уровнях духовного мира не препятствует их общению, в том случае, если дух с высшего уровня по своей доброй свободной воле решает приходить к духу из низшего уровня, чтобы наставлять его. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос относительно имен данных при рождении и затем в последующем измененными. То есть либо меняют в документах имена, либо просто не пользуются тем именем, которым были названы родителями, и меняется ли судьба их, что касается их дальнейшей судьбы, как это влияет? То есть вопрос, меняется ли вибрационная характеристика сущности от смены имени. уровень при воплощении не меняется. То есть он уже дан, и он зависит от имени, которое записано в документах данной личности, потому что именно это имя было известно ангелам-консультантам, которые направляли его на воплощение. ну как бы из будущего, ну как бы они посмотрели, приближенно говоря, по ленте времени, как его будут называть, в вашем мире. И соответственным образом это имя появляется в документах для того, чтобы каждый, кто имеет данные знания, мог рассчитать. Духовный уровень. А что касается смены имени в дальнейшем по документам, не по словам, а по документам. Да, это влияет на смену вибрационную характеристику сущности, но это изменение динамично. Оно начинается в момент смены имени и заканчивается через 7 лет после этой смены. Все эти 7 лет идет адаптация к новым энергиям и меняется не духовный уровень данной при воплощении. Меняется, да, он мне сейчас говорит, что меняется формула расчета древа жизни и вибрации, соответственно говоря, задач воплощения, то есть не родовой задачи, там же фамилия сменилась, задач воплощения в обществе и задач воплощения для своей семьи, то есть там древо жизни, соответственно говоря, там имя и другие характеристики, и сумма имени, и жизненного пути, это тоже будут другие чехла, а значит и другие задачи, то есть как бы меняются задачи этого человека. но что касается меня, если судьба, судьба это тот путь жизни, который человек проходит сам, используя в том числе и свои вибрационные характеристики, но он может пойти как по высокому пути своей судьбы, так и по низкому пути своей судьбы, то есть отказавшихся от этих задач, и в этом случае судьбы одних и тех же людей, то есть людей с одними и теми же вибрационными характеристиками древа жизни будут, естественно, отличаться. Имя данное прикрещение действительно только в рамках христианского религиона эгрегора, то есть при проведении тайн, сексуалов, обрядов, связанных с обращением к Богу в христианском, в христианской парадигме представления. То есть для расчётов она не подходит. Только для нужд человека в христианском религиозном эгрегоре, если идёт речь о крещении в церкви. Понятно. Спасибо. Каким образом знание нумерологии может помочь в духовном развитии? Знание нумерологии может помочь в духовном развитии таким образом, что зная характеристики чисел, те качества, которые, символами которых эти числа и планеты, отображающие эти числа являются, можно понять по расчётам, по специальным формулам, каких качеств духа не хватает для духовного развития, то есть какие он пришёлся для развития, какие преобразовать, переработать, избавиться от их негативных проявлений и так далее. То есть можно увидеть свой космический паспорт. Очень это напоминает натальную карту данной астрологии, только она будет в иных терминах. Если рассматривать Межзвёздный Союз, то та система, которую используют планеты Ислер, является общепринятой и для Межзвёздного Союза преподается в их школах и высших учебных заведениях и она взята из духовного, из контакта с духовными, с представителями духовного мира с уровня ангелов и консультантов. Что касается Земли, если рассматривать земные нумерологические системы, то очень близки по духу к системам расчётов ангелов и консультантов это система Пифагора и его учеников. То есть всё, что основано на матрице Пифагора, его описаний и так далее. И также близки системы астронумерологии, которые рассматривают цифры как символы планет. Конкретные фамилии он просто говорит такие учения есть и мне показывают, что древо жизни там не вычитается, а вычитается просто там число жизненных и так далее. Это тоже имеет отношение к реальности просто там других терминов. системы пифагора и более современные системы он конкретно фамилии он не называет, он просто говорит, что вот есть такие очень много разных систем и имеют отношение к истинной реальности те, которые ещё используют и астрологию тоже. То есть это значит, что они были переданы из духовного мира, да? Из духовного мира или из мира гуманоидов или тех плазмоидов, которые изучали эти системы тоже, когда были ещё в духовном мире, например, очень много разных вариантов. Может быть, это были создателями этих систем, часто являются воплощённые ангелы-консультанты 22-го духовного уровня или 23-го архаты, которые очень много времени в духовном мире, и то, что времени, субъективного времени, я сейчас говорю, не про объективное время, да, уделяют именно астрономерологии расчётам оптимального вибрационного пути воплощения. Поэтому они воплощаются сами, часто несут эти знания и в своё тело, через своё тело. Хорошо, спасибо большое. Что нужно для того, чтобы ангелу понизившему при жизни свои вибрации на момент осознания истины для того, чтобы вернуться домой в духовный мир, духовный дом, имея в распоряжении достаточно короткий промежуток времени на земле. то есть, например, бывает очень часто такое, что они узнают свой уровень и понимают, что всю жизнь они прожили недостойную жизни, скажем, ангелу, то есть духовному уровню, который они прожили. Есть ли какое-то универсальное средство, совет, что как вот всё кардинально изменить, попробовать? И успеют ли изменить, если уже большая часть жизни прожита? Это зависит только от них. Чтобы изменить свои вибрации, необходимо осознать не только, что они понизились, но и конкретно осознать, от чего именно причина. То есть прочитать описание своего уровня как минимум. Прочитать описание своего уровня, сравнить его со своим состоянием души, если вы сейчас назвали, что это ангел, если ты назвала, что это ангел, то прочитав описание этого ангелского уровня, сравнить с количеством света в душе на настоящий момент. И если будет понятно, что это сравнение говорит о подъезжении вибрации, то нужно войти в контакт со своим духовным светом и в его присутствии рассмотреть свою память, установки и понятие, что именно снизило вибрации. Если говорить более конкретные вещи, например, задавать себе такие вопросы. Живу ли я по заповедям Христа, люблю ли я всех людей, всегда ли я помогаю нуждающимся, всегда ли я прощаю врагов и так далее. То есть если ответы будут отрицательные, то это говорит уже о понижении вибрации. И если будет ответ и нет не всегда и память будет говорить о конкретных фактах, нужно будет спросить себя о причине, что я не принимаю в этом человеке, по какой причине, по какой причине я не помог этому нуждающимся, по какой причине я не простил и так далее. И вот эти вопросы, направленные на самоанализ, заметьте, очень важная вещь, не на самокритику, которая часто отбирает силы, а на честный, трезвый самоанализ в свете Бога. И этот самоанализ позволит увидеть себя в истинном свете любви не как презренного грешника, которого строгий Бог-судья бросает в адскую бездну, а как любимого сына Бога, который пришел из мрака к свету, чтобы нести этот свет дальше. Хорошо. Спасибо. На каком уровне находится дух в духовном мире, если его воплощенная часть в данное время понизила общие духовные вибрации всей этой личной структуры во время данного воплощения? То есть дух находится на том уровне, с которого он воплотился, или он в течение жизни человека, то есть поднимая пускай вибрации, он тоже поднимается и опускается на разные уровни, или он ждет на том уровне, с которого воплотился человек? Если уровень духовного мира при воплощении меняется в любую сторону, то его невоплощенная часть частично остается на уровне, в котором он воплотился, а некоторая его часть в том проценте, в котором он соответствует другому уровню, отправляется на тот уровень, которому он соответствует. То есть это может быть по-разному. Например, дух с 15-го уровня достиг 18-го. Но это достижение, пока он воплощен, динамично, оно может изменяться еще. По этой причине он будет частично его называть высшее я, то есть то я, которое находится вне претелах материи, невоплощено, невоплощенный дух, невоплощенная нечасть, невоплощенная сфера, невоплощенный образ духа будет находиться частично на том уровне, которым он воплотился, а частично на том уровне, которого он достиг. И это состояние будет динамичным, то есть оно может колебаться. даже в пределах, что зависит от его мыслей, чувств, поступков в его воплощенной части. И таким образом при раз воплощении, при выходе из воплощения дух пойдет на тот уровень, больше процент на котором находился больше процента его невоплощенного в течение жизни или на момент выхода. Да, на момент выхода и он может на самом деле этот процент может очень быстро изменяться или очень медленно. Здесь все зависит от степени осознанности света, например, или степени его падения в низкие вибрации, если это наоборот понижение. Хорошо, спасибо. И еще один такой вопрос. Где граница борьбы за справедливость? Потому что тут два таких слова, то есть борьба, которая подразумевает понижение вибраций, и справедливость, которая подразумевает собственно справедливость и человеческие качества, где он должен защищать. то есть где эта граница? Борьба за справедливость. Борьба не всегда подразумевает понижение вибраций, а только в том случае, если она сопровождается негативными эмоциями, понижающими вибрации. если борьба сопровождается сознанием долга и сочувствием к тем, с кем ведется эта борьба ради высшей истины справедливости, имя которой любовь, имя истины справедливости это любовь. Она по-настоящему справедлива. если он испытывает любовь даже к тому, с кем он борется, и борется он не с самой личностью, а с тем состоянием и эмоциями, которые его верили низкие вибрации, тогда эта борьба, она не приносит ему понижение вибраций, а приносит наоборот повышение вибраций, потому что он помогает своему брату выйти из состояния низких вибраций и подняться выше. И иногда, для этого требуется даже физическая борьба. Конечно, ты сейчас думаешь о войнах, как они могут вести свет любви, например. Да, действительно, это возможно. Если человек четко, если тот, кто борется, человек воин, четко понимает, что тот дух, которого он развоплощает, такой же сын Бога, как и он сам, ему приходится прервать его воплощение для того, чтобы он не способствовал деградации других духов и своей собственной. гнева не испытывает, если проще, то есть гнева не испытывает. То есть негативных эмоций не сопутствует этому негативным эмоциям. Осуждение гнева, да. Потому что самое простое, что удается всем абсолютно это осуждение. Осуждение самое простое действие это по той причине, что оно основано на как раз низких вибрационных состояниях, которые в свою очередь основаны на инстинктивных началах. У человека в его текущем вибрационном состоянии, в том числе и квантовых уровнях его тела, существует два типа восприятия, которые названы инстинктивным разумом и духовным разумом. Фактически это состояние одного и того же разума, который либо идет, следует за своими инстинктами добровольно, в том числе и за инстинктивными желаниями, эмоциями, вызванными нарушением этих желаний и так далее за реакциями или за духовным разумом, то есть тем же самым разумом, который добровольно следует уже духовным устремлением высшего я, совести, интуиции и так далее. Обычно человек находится где-то посередине, то есть держит баланс, в обычном спокойном состоянии. Земной человек? Да, земной человек, но если возникает ситуация, которая как-либо ущемляет его интересы, желания и так далее, то есть какая-либо стрессовая ситуация, которая вызывает, направлена на то, чтобы вызвать у него негативные эмоции, то здесь выявляется истинная природа человека на данный момент, либо следованию инстинктивному разуму, либо духовному. И это следование невозможно сколько-либо какое-либо длительное время поддерживать искусственно, притворно, потому что истинная природа все равно себя проедет. Ну естественно, это конечно же можно изменить в зависимости от изменения вибраций. Правильно пройти эти уроки негативных эмоций, здесь важно именно отслеживать свои реакции на осуждение, на негативные какие-то на какие-то стрессовые ситуации, которые могут быть самые разные. Если эти реакции говорят о защите, о гневе и так далее, то здесь нужно понимать, ну как бы спросить себя, что не принимаешь. И эту энергию непринятия направлять в свет. То есть универсальный способ это мой гнев, который горит как огонь, он как огонь возгорает в сердце. я его признаю божественным светом и я его направляю только на любовь и на раскрытие духовного потенциала той личности, на которой я гневаюсь. Это все мысленно, ментально и соответственно с обязательным закреплением этой практики в физическом мире уже, то есть попыткой примирения в данном случае, если это гнев. если это тихое осуждение, то же самое. То есть уже осуждение это тоже гнев, но он уже в форме такой скрытой, раздражительной. Соответственно говоря, я критикую например свою соседку за то, что она слушает громкую музыку, там у вас самый может быть простой пример. Я увидел, что для народа земли видео, которое мы делаем через Кассиопею, важен именно простый пример. Неотвлеченные философские рассуждения, которых много на других каналах, которые наши сотрудники дают через других контактеров и иных духовных деятелей. Да, это очень важно, мы ценим. Для Кассиопеи важны именно конкретные простые примеры из жизни каждого, чтобы они знали, как эти отвлеченные философские построения проявить в своей практической жизни. Так вот, хорошо, если идет скрытое осуждение, например, с той соседкой, которая ночью громко слушает музыку, то нужно спросить себя, а для чего мне дана эта ситуация? С этой соседкой, которая... Неужели она это делает специально для того, чтобы выразить во мне раздражение? Вот, это же негативная эмоция, которая меня опускает по вибрациям. Второй вопрос, значит, будет как бы идти ответ сначала от инсективного разума, что оно нарушает мой покой, и как бы с любовью я к ней не относился, она все равно, я не хуже ее, и не должна терпеть. Ну, примерно такой ответ всем понятный. Значит, следующий вопрос уже к этому, ответ как бы к самому себе. Он запрещал в том, что во-первых, могу ли я, первый вопрос, могу ли я что-то реально изменить, например, чтобы в ней, чтобы она этого больше не делала, если это, например, сказать ей об этом, что действительно реально мне мешает, как бы просто проявить, но в таком тоне, чтобы она это не восприняла нападение. И обязательно второй вопрос, а что именно меня раздражает в ее, то есть, могу ли я принять эту ситуацию такой, как она есть, просто не реагировать, а что именно меня раздражает? именно сама громкая музыка или тот факт, что нарушает мой покой? То есть, немножко самоанализ. А если именно сам факт, что нарушает мой покой, а самой громкой музыки как-то можно абстрагировать, то значит спросить себя, а по какой причине я считаю, что люди не имеют права его нарушать? А нарушала ли я сам когда-либо покой других? Ну, примерно вот такие вот рассуждения. Ну, и дальше уже отвечать будет у каждого своей индивидуальной работой идти. И здесь очень важно, как и говорил Мик Гаскау, и я сам это знаю, это все не просто прокручивать своих мыслях, а именно важно это записывать, то есть вести личный, как я говорил, эмоциональный дневник. Это позволит проанализировать эти ситуации, которые раздражают наскок в других людях и понять, что именно раздражает и почему. Ну, и дальше там, в зависимости от того, что раздражает, будут являться те установки умственные, да, вы говорите, ментальные. Для повышения вибраций устойчивых их нужно менять. Чтобы понять, как их изменить, нужно сначала их распознать, обычно они в подсознании, ну, в бессознательной части души, да, памяти. Можно ли приравнять слово осуждение и критику? То есть это одно и то же? Каждый именно приравнять можно, конечно, если это принять как синонимы. Само слово критика по-гречески как раз и обозначает суждение, суд. то есть это греческое слово, которое обозначает как раз суд, осуждение. Но слово суд тоже можно понимать по-разному. И как осуждение, и как развлечение. Как отличить развлечение, которое не понижает вибрации, от осуждения, которое его понижает? Развлечение дает нам понимание в самом широком смысле, можно сказать, что такое хорошо, что такое плохо, или что такое низкие вибрации, что такое хорошие вибрации, что такое свет, а что такое тьма, и как оказавшись в тьме, не подумать, что ты в свет, и наоборот. Это есть развлечение. А что такое осуждение, это когда увидев в себе или в другом проявление тьмы зла или низких вибраций, мы не только это отмечаем, но мы начинаем возвышать например себя, если мы нашли это в другом, мы начинаем возвышать себя над ним, или если нашли в себе, начинаем унижать себя перед кем-то другим. То есть это момент уже инстинктивный, связанный с инстинктом власти. А развлечение связано с чисто духовным процессом распознания истины. Другое дело, что у землян не развито отличие одного от другого, потому что, к сожалению, в ваших семьях и школах и образовательных учреждениях не обучают тому, какое у проявление инстинктивного разума и духовного разума. А этого нужно изучать. У нас навязывают инстинктивную модель поведения. Я бы не сказала, что её навязывают, просто не дают отличия от духовной, а они различаются в поведении и восприятии. Да. То есть есть и такие, и духовное восприятие у вас встречается, духовное разум проявление, развлечение, как мы сейчас говорим, и осуждение. Но люди часто принимают их за одно и другое. Это правда. Если критика действительно с добрыми намерениями, она должна быть направлена не на унижение и осуждение другого человека за его какой-то негатив. Она направлена на пробуждение в нём света. То есть это только является конструктивной критикой, которая направлена на конструктив. То есть конструктив это значит строительство себя в свете, созидание себя, на созидательность. То есть увидев какой-то негатив в другом, вы пытаетесь сказать ему такие слова, которые обратятся к его духовному разуму, а не конструктивному. То есть напомнить ему, что вы являетесь такой же частью Бога, как и вы, и что тот негатив, который вы в нём увидели, он направлен на отгораживание его от этого света и падение его в братство. Объясните ему это в доступных словах. если, например, он не верит в Бога, а атеистом является, нужно ему говорить такие слова, которые вызовут в нём ещё больше протезов. Скажите ему на понятном языке твои высшие моральные ценности, о которых ты, несомненно, придерживаешься, но им, если у тебя есть вот такое-то качество, которое противоречит этим моральным ценностям, и если ты не будешь работать над этим качеством, то оно уничтожит твои моральные ценности, так как вся твоя психика, вся твоя душа будут подчинены этому негативному качеству. Очень хорошо сказано. Спасибо. То, что касается моих вопросов, они, наверное, закончились. Сейчас перейдём к вопросам Владимира. В духовном мире мы виделись с тобой, но это было сейчас просто он по ленте времени, это же было вне времени. В духовном мире мы с тобой виделись, но не были. Мы с тобой одного уровня 24, но в 24 уровне мы были с тобой на разных местах. Мы были с тобой на разных служениях. То есть мы с тобой встречались в духовном мире, но не часто. То есть да, знаком. Спасибо. Сейчас просто называют, например, ты из-под уровня 522, но не из-под уровня, а как с участком. Такой как сферы, что ли. Они в сферах живут. Духи 24 уровня, они собираются в сферы. У них такие города, шары света, сферические, как солнце примерно, только они, это духовный солнце. Да, например, было там 522, а он там в тысяча, нет, там в десять тысяч, там девятьсот восемьдесят седьмой. Ну, просто там разные направления. Очень интересно, очень интересно. А все те, кто относится на других уровнях ниже 24, они тоже в сферах живут? Или это относится только к 24 и уже подразделению выше? 24 уровень это уровень Дева. Дева это егистиянин. Духовное Солнце. Все, кто переходит от 23 уровня Архата к 24, он уже переходит в уровень духовного питания в сияние Духовного Солнца, и они имеют доступ в Царство Небесное, то есть там, где живет только Божественный Дух. И как ты можешь сейчас обратиться к своему Высшему Я невоплощенной части и вспомнить это очень трудно передать на самом деле земным языком современным, но своей душой, своим сердцем, своим духовным сердцем ты можешь у него спросить и оно тебе скажет гораздо больше. Я скажу лишь приблизительно, что вот этот доступ в Царство Небесное, он и происходит в состоянии Духовного Солнца. И когда они находятся на 24 духовном уровне в домах Солнца, я говорю дома, хотя это не физические дома, их разумы одновременно являются и слитыми воедино, и одновременно индивидуальными. Это нельзя назвать таким же коллективным разумом, как, например, у плазмого цивилизара. Это является его более высшим аналогом в том плане, что все мысли и ментальные установки эмоций и чувств становятся известны другим данным Духовным Солнцем. Но в то же время существует индивидуальность воли и ее проявления. И память. Память она тоже становится известна другим по воле опять же того, кто передает. А текущие мысли, мысли формы и эмоции становятся автоматически ими. То есть это единое сознание, которое состоит из многих ДФ, и оно одновременно еще является единым сознанием с Богом. То есть это некое состояние сознания. Но мне его показывают, то есть эмоционально, ментально я его тоже сейчас не могу выразить. Но приятно, да? Интересно. Архангел Михаила, скажи, пожалуйста, ты упоминал о том, что над 24-м уровнем, ты называл там, там есть еще какое-то количество умноженное на какое-то и там огромное число еще уровней. Что это означает? Что там есть еще и можно прямо их разложить по полочкам еще огромное количество уровней на 24-м это прямо можно, их разложить и эти подуровни, эти сферы тоже назвать какими-то цифрами. Но это же будет бесконечное количество, они уходят в бесконечный свет и просто, например, выражение там 1027-й уровень или там выражение 52-й уровень различия между ними уже вам не передать. Хотя они есть для меня. То есть у них немножечко разные сферы деятельности как раз вот как сферы в сферах деятельности. У них разные сферы деятельности ответственности например на какой-то светской галактике на какую-то планету и так далее. И у них разное состояние сознания. Но разница например Например, я вам уже сказала, между 1050 старым уровнем и 50 старым в 1000 уровне, я не смогу вам сколько-либо адекватно передать. Эта разница отчетлива для меня. Но если самыми общими словами, повышением уровня после 24-го растет осознание единства с Богом и с другими такими же делами. Это очень приблизительно. Риск снижения вибраций, он не то, что не учитывается. Конечно, он учитывается при воплощении любого ангела, 24-го уровня, 20-го. Всегда учитывается и риск понижения вибрации, но в то же время Дух, когда он находится еще не в воплощении, а на этом высшем ангельском уровне, он находится в таком свете любви и благости, что в любом случае он считает, что все препятствия легко преодолимы. И если он будет помнить об этом, естественно, и консультанты, или он и сам из своего опыта в других жизни помнит, что память будет заблокирована. Но там ему все это кажется настолько простым и очевидным, что он не верит в то, что это можно забыть. Это просто не то, что незнание или какая-то иллюзия, это состояние сознания. Я делал, что Архангел Михаил, я спрашивал про эти уровни на 24-м, именно потому что ты назвал какую-то конечную цифру, ты сказал, что это умножить что-то на что-то, и выходит это какая-то конечная цифра, а это же должно быть бесконечное количество уровней. Как вот можно это было бы пояснить? Я вам скажу, что с того уровня, например, с того духовного солнца, где нахожусь я, надо мной, еще столько же уровней, сколько... ну, как бы такое же большое количество, которое я прошел. Примерно так. То есть, когда ты достигаешь какого-то уровня, который тебе увиделся как конечный, за тобой открывается такое же количество других. Бесконечное количество. Да, каждый раз, да. Как бы вот это вот конечное, а когда ты на него приходишь, ты увидишь, что путь там только начинает. Такое встречается. Раскрой нам, пожалуйста, секрет, на каком уровне находится Богородица. 24. А можно ли ее обозначить как уровень? Какого ее цифра, номер, духовного солнца, вот эта вот вибрация, да, индивидуальная? Подожди. Это какая цифра? Что-то я не пойму. Ты мне ее лучше словом назови, а? В стандартном виде. Ну, может быть, в районе где-то 500 тысяч, 200 и какого-то, 500 тысяч 200 примерно вот так, ну, если мы смотрим на ячейки. И у нее впереди есть еще уровни. Да, конечно. Интересно. Лесь, я пару вопросов хотел бы задать, но в то же время большое спасибо. Очень интересные были ответы на вопросы о Лесе и очень важные. Да, он хотел уточнить, что в отличие от других уровней, те сферы, которые Духовного Солнца, которые существуют на 24, они не изолированы друг по другу. То есть с одной сферы может посетить другую. Там уже нет такого, что с одной сферы не может посетить, как вот по аналогии с другими уровнями. Будешь тебя хорошо вести, попадешь в другую сферу. Ну, все. Да. Хорошо. Значит, у меня вопрос такой. Архангел Михаил, скажи, пожалуйста, вот очень важный вопрос. Вот как все-таки, если Дух попадает на какой-то уровень, предположим, это невысокий уровень, совсем невысокий, допустим, пятый, так все-таки остается какая-то частичка в структуре Духа, которая в этот момент все равно полностью соединена с Божественным Цветом, которая как бы эталон и не меняет его соединение с Божественным Цветом. Или весь он полностью получается понизил свои вибрации с пятого уровня, и никакого уже внутри у него этого полного, такого стопроцентного соединения эталонного этой эстерки нет. А что ты называешь соединением и именно с каким проявлением Бога? Ну, вот я объясню, в чем дело. Есть такое утверждение, что в структуре Духа есть несколько составляющих, и одна из них, вот это в физическом учении, одна из них – это некая такая абсолютно неизменяемая монада, некая сердцевина, которая всегда является полнейшим представительством Бога и никогда никак не изменяется. И тут только может к ней в большей степени присоединяться и осознавать ее, или наоборот отстраняться от нее, понижая свои вибрации. Вот есть такое представление. Так вот, это одна версия. А вторая, что целиком вся структура Духа, она понижает вибрации, так сказать, переставая осознавать себя как Бог, и такой неизменяемой частички у него сердцевины не существует. Так что все-таки правильно. Понял. Значит, такое одно и второе представление, они истинны на самом деле, это две стороны одной и той же истины. На самом деле Дух имеет в себе неизменяемую частицу. Она неизменяемая не потому, что в нем нет воли ее изменить, а потому, что она называется богоподобием. То есть неизменяемый свет всегда есть в лице. Но он проявляется, именно вторая истина, в чем тогда проявляется. Этот свет, который в Духе, он проявляется по-разному, в зависимости от понижения вибраций. Например, энергия, безусловно, любви, если Дух понизит свои вибрации, проявляется в форме любви к чему-то одному при игнорировании всего остального. Энергия стремления к истине и справедливости, которая является божественной энергией, и богоподобием. То есть сам Бог стремится к истине и справедливости. При понижении вибраций Духа эта же энергия проявляется в форме гнева. Энергия стремления к счастью и энергия стремления к духовному счастью и стремления принести это счастье к другим, при понижении вибраций Духа она проявляется в форме страха и это счастье потерять и всех остальных страхов. Ну и так далее. Можно ли сказать, что когда мы говорим о понижении вибраций Духа, мы имеем в виду большую или меньшую степень осознанности Духом того, что он есть божественное проявление. То есть это либо сознательное отдаление себя от Бога, либо наоборот осознание себя честничкой Бога. И это и есть мерило вот этой степени духовных вибраций. Мерило степени духовности высоты вибраций состоит только в чувстве безусловной любви. Если есть осознанность себя как часть Бога, как сына Бога, но при этом нет осознанности других, всех людей, вне зависимости от их поведения, как едины с собой, то это не приносит повышение вибраций. То есть если идет исключение кого-то из этого состояния, соответственно говоря, рождается духовная гордость, которая является опять же понижением вибраций, любовь к себе, которая должна проявляться в единстве с любовью к другим, проявляется изолированно, и это опять ведет к понижению вибраций. И эта самая гордость сама является проявлением, то есть она и ведет к понижению вибраций, и проявляется дальше, сама является проявлением вот этой вот любви к себе, божественной энергии, но в таких условиях сниженных вибраций. Можно ли тогда сказать, что как раз характеристика Люцифера является то, что он в полной мере осознает себя частью Бога, но в то же время он не пробудил, не захотел проявлять вибрации любви. И вот поэтому вот это и есть от его характеристика. Люцифер прекрасно знает, что он является сыном Бога, частью Бога, но при этом он искренне считает путь любви, путь безусловной любви ошибочным, он считает это нарушением его принципа справедливости. Так как он считает, что безусловная любовь нарушает справедливость к тем духам, которые по его мнению выступают против каких-то идей, а против этого света. То есть он считает, что, если говорить очень просто, он считает, что безусловная любовь способствует деградации. Понятно. Ну, о Люцифере нужно говорить отдельно, мы сейчас не будем этому уделять время, потому что это еще несколько вопросов. Скажи, пожалуйста, мы все стремимся к тому, чтобы на Земле воплощались духи с высокими вибрациями. И, наверное, в других мирах тоже к этому стремится, и Международный Союз, и, значит, духовные сущности из высших миров. Но если такое будет, а где же тогда будут воплощаться духи с низкими вибрациями для того, чтобы повышать свои вибрации? У ЖДА не останет место для воплощаться во материальном мире. Как бы? Идет речь лишь об большем проценте воплощающих дух с высоким уровнем. Но не идет речь о том, что совсем пригласились в воплощениях на Земле духов с низким уровнем. Когда на Земле будет другое общество с более высокими вибрациями и более высокими вибрациями ноосферы, что очень важно, и состояние ноосферы изменяется гораздо медленнее, чем сменяются поколениями. То есть еще нужно время для того, чтобы повысить эти вибрации ноосферы. Конечно же, это зависит от скорости осознания в самом обществе, духовных идей света. И если всеобщество земное придет более высоким вибрацием, войдет в Межзвездный Союз и так далее, все равно будет место для воплощения, все равно на Земле будет место для воплощения духов с низких уровней, в том числе не только в земных плотноидных мирах, но и в земном мире третьей плотности. Для того, чтобы эти духи с низких уровней прошли свой урок среди этого высоковибрационного общества. Скажи, пожалуйста, кем ты был в прошлом цикле развития Абсолюта, в прошлой Манвантаре, до растворения мироздания через мир? Какая твоя роль была там? Высший дух, только в Антаре были другие как галактики, не было Земли, например, в этой форме и так далее. Если говорить об аналогиях, я был тоже куратором, но не отдельной планетой, а как серией планет системы. Ну понятно. Следний был с разом со сражением с Люцифером. Правда ли, что у него с собой Люцифер треть ангелов, Михаил с ним сражался, и насколько все это... Что было на самом деле, короче говоря? Если ты про Откровение, если ты про 12 главу Откровения, то там шла речь не про мое сражение с Люцифером, а про то, что идет борьба духовного разума и инстинктивных проявлений, которые выражены в форме Красного Дракона, о чем уже было там толкование Елене. Хорошо. Все, большое спасибо, Михаил. Огромное спасибо. Не будем больше задерживать. Вам спасибо. Я оставшиеся эти вопросы, может быть, текстом 2 напишу, может быть, мы текстом получим ответы. Хорошо. Напиши текст. Я... Напиши текст. Я не спрошу. Спасибо большое. Продолжение следует...